Творческая группа телеканала ЛРТ продолжает изучать туристические маршруты городского округа Люберца. На этот раз за поисками интересных достопримечательностей и фактов наш корреспондент отправилась в Малаховку. Сотрудники музея культуры и истории поселка поделились полезной информацией. Живописная природа, полезный климат и история, богатая удивительными фактами. Во все времена Малаховка была центром притяжения творческих людей. Здесь любили отдыхать от городской суеты известные личности Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Максим Горький и многие-многие другие. Представители интеллигенции строили в поселке дачные дома. Сейчас, гуляя по Малаховке, можно увидеть в первозданном виде десятки таких зданий. Один из примеров классической малаховской старой дачи – дом мысленно, построенный более ста лет тому назад. Уникальность этого здания заключается в том, что его спроектировал не профессиональный архитектор, а сам хозяин, служащий Казанско-Московской железной дороги, инженер Мыслин. Сейчас в этом доме живут люди, хозяева очень бережно относятся к своему историческому жилью. Внутри деревянного строения до сих пор сохранились старинные вещи. Для того, чтобы показать красоту и многогранную историю поселка, сотрудники Малаховского музея разработали четыре туристических маршрутов. Периодически они проводят как пешеходные, так и автобусные экскурсии. Большой интерес у публики вызывает экскурсии в село Быково, где мы посещаем основные достопримечательности усадьбы в Воронцовых-Дашковых, знаменитую церковь Владимирской иконы Божией Матери, живописный парк. Пешеходные экскурсии затрагивают достопримечательности, связанные с периодом Серебряного века, времени расцвета Малаховки как дачной территории. Одним из знаковых событий, навсегда вошедших в историю поселка, стало открытие летнего театра. Сейчас от него осталось лишь несколько фрагментов, которые бережно хранят в местном музее. Из-за неоднократных пожаров знаменитый театр, где свою первую роль сыграла сама Фаина Раневская, прекратил свое существование. Жалко, конечно, что сложилась такая ситуация, что театра у нас сейчас нет. Большая надежда у интеллигенции местной, да просто у простых жителей, на то, что все-таки когда-то театр возродится, поскольку театральное искусство – это великое искусство. В честь года экологии сотрудники музея разработали туристический маршрут, посвященный природе и культурному климату южной стороны поселка. А последний проект под названием «Малаховка-Рамене. Наша общая история» подразумевает экскурсии по ее окрестностям. По мнению музейных работников, четырех туристических маршрутов недостаточно, чтобы в полной мере показать всю Малаховку. На данный момент они работают над развитием новых проектов. Ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.